Мне нужна моя мама! Начни меня ценить! Твоя мама всегда такая? Она тебя даже не обняла? Сумеречные охотники не любители обниматься. Слушай, пап, помнишь, я говорил про музыкальную битву? Победители запишут диск. Ты меня слышал? Сначала учёба, потом музыка. А вдруг я кого-то травлю, мама? Ты бы хотела об этом узнать? Я знаю тебя. Ты хороший сын. Может, хороших детей не бывает. Это стало целью. Эта идея укрепилась у меня в голове. Мне даже стало интересно, сколько я проживу, если откажусь от еды. Почему ты раньше молчала? Ты не спрашивай. Я в тебе. В том, чего ты не сделала. А что сделала я? Я его мать. И моя мать тоже. Ты меня взагалі не народжувала. Я начну я по-настоящему волноваться. А, сейчас ты волнуешься? Да. Каждый день ты возвращаешься в 8 вечера, уделяешь мне только 5 минут, пока смотришь теленовости. А сейчас ты волнуешься? Да ты нахуй никому не нужен. Матери не нужен. Ты не ничтожества. Жду, когда ты изменишься лучше. Но я устала ждать. Не больно это признавать, но я в тебе разочарован. Я не рада, что ты с ней общаешься. А чё я общаюсь? Жизнь моя. Что? Моя жизнь. В 18 лет я кое-чего не потерплю. Чего, например? Того, что ломает жизнь. Да не ломаю я никакую жизнь. Гуришь травку, пьёшь спиртной, спишь с парнями. Это что? С чего ты взяла? Я нашла твой дневник. Что? Вы бросили нас. Одни. Мне пришлось. Такимы не только братом, но и отцом. И даже мамой. Я не та, кем они хотят меня видеть. А кем они хотят тебя видеть? Не. Еще одной проблемой. Не стоит заводить детей, чтобы потом их бросать, потому что им кажется, что в их жизни что-то идет не так. Почему ты скрыла это от меня? Потому что мы всегда так делаем. Ты идешь в военную школу. А, так тебе снижай гитару. Она моя. Знаешь, говорят, что в трудные времена семьи либо сплачиваются, либо распадаются. Похоже, у нас второй вариант. Слишком много детей чувствуют себя бессильными.